добрый вечер точнее добрый сочинский вечер и сейчас мы с вами как бы поговорим о работе да и давайте сегодня это видео у меня для Орска я сегодня прочитал на Орскру что происходит забастовка да в Орске нас таксисты бастуют все плохо и так далее давайте это для вас вот видео такое небольшое посвящу своему родному городу Орску да с которого я благополучно уехал так вот смотрите бастуют что у нас маленький минимальный проезд да у вас точнее в Орске маленький минимальный проезд поэтому отказываются выходить час пик да поднимите так скажем проезд и тогда мы будем катать ну знаете я тот период когда проезд у нас стал резко 40 рублей точнее не 40 рублей а 70 рублей минимальный проезд стал это была весна март был 2014 года если не ошибаюсь я этот период помню прекрасно когда сразу клиентов стало меньше да стали мы стали приучать их ездить на трамвае стали приучать их ездить на автобусе на маршрутках и так далее я помню период я помню водители которые приходили которые говорят давайте верните старый проезд 60 рублей верните пожалуйста старый проезд и тогда будет все хорошо там да таком духе все я помню этот период реально я помню и тогда было очень тяжело клиенты все убежали куда только не ушли и поэтому конечно было вас работать как бы водителям точно не комфортно не удобно в том плане что просто-напросто просто-напросто не получалось не зарабатывать ничего потому что даже эти 60 рублей не возвращались тогда было принято такое решение до прошлом году если не ошибаюсь сделали проезд минимальный 40 рублей мы сделали 40 рублей там не до 5 километров до сделали проезд минимальный до одного километра 40 рублей в итоге как-то взяли и клиентов вернули вернули лояльность компании и клиент опять стали девицы да и водители стали зарабатывать что касается например того же самого кныша сергея да я ничего как бы не буду его хвалить не буду его ругать но понимаете тот опыт который я приобрел там компаний такси гост сейчас для меня очень очень много он значит и конечно же сейчас как бы ну я хочу поддержать его потому что я вижу ситуацию смотрите я живу в городе сочи да 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 правильно да да можем смотреть да как бы по факту дать совсем недавно я был в городе порске да так же как вы я живу в городе сочи здесь минимальный проезд яндекс такси 49 рублей здесь есть еще всевозможные там red такси так далее который тоже периодически перебивает которые водители когда остаются недовольны такие проезды есть у нас здесь бензин стоит 95 41 рубль 92 стоит 38 или 37 рублей точно не могу вам сказать потому что заправляет 95 так вот смотрите здесь все равно водители есть те водители которые ноют и которые ничего не зарабатывают есть водители которые зарабатывают хоть сезон хоть не сезон в городе орске тоже самое конечно и мне сейчас охота например мне охота в определенный период промежуток времени брать и работать и продать объекты например с которого я за определенную работу получу больше денег я сейчас работаю таким же таксистом как и вы но я реально работаю таксистом вот смотрите я работаю так скажем специалистом по недвижимости до риэлтором ну давайте продавцом позовем меня доходь как но мне дается в программе дается также раздача клиент такой такой то хочет получить у меня в раздаче приходит так скажем по рейтингу потому что я работаю мало мне приходит по раздаче эконом чтобы эконом это те люди которые хотят купить квартиру в городе сочи за что тысяч рублей это нормально за 600 тысяч за 700 тысяч за 800 таких клиентами приходит в раздаче соответственно есть другие до которым приходят люди которые хотят купить квартиру за 10 миллионов за 15 минут за 20 миллионов мы работаем на процентов отношения и соответственно и работу вот что клиенту продать квартиру за 6 миллионов рублей что за 600 тысяч энергии тратится одинаково все тратится одинаково и конечно же я беру например и работаю как бы работаю со всеми я прошел например период давняя шансы у меня сейчас раздачи да мне приходят клиенты которые начинаются от 5 миллионов рублей такие клиенты но это не значит что у меня те которые заказы пришли до этого до 70 человек я взял на них крест поставил и все типа вы нищеброды с вами работать не буду нет они нормальные хорошие также просто там у них заказ до ну так его эквивалент 40 рублям и соответственно есть у нас так скажем риэлторы которые ждут одного хорошего клиента одного хорошего заказа раз вместе закрыть и заработать определенную сумму денег а я но спокойно закрываю там по 12-15 человек которые у нас в таком сегменте понимаете это мое право но в итоге я зарабатываю сейчас на данный момент больше чем все остальные вместе взятые потому что у меня нет такого понятия хороший клиент плохой клиент хороший клиент смысле по цене или плохой клиент для меня клиенты все одинаковые для меня все важны все остальные цены то же самое работа такси я понимаю что не охота 40 рублей возить не охота 50 рублей но там где 40 рублей если проехался на 40 рублей он завтра проедет с вами на 250 рублей понимаете или нормально я не разделяю когда например там снегопад дождь например цен не поднимает это я не разделяю и я знаю насколько я знаю такси гост на повышается потому что реальный взнос все а сейчас при нормальной обычной погоде вы просите повышение цен мой друг алексей занимается межгородом них межгород ясный оренбург просел с тысячи рублей до 800 рублей я не все равно возит он берет там никого из меня за вооруженный на хер не посылает понимаете потому что он понимает что все люди должны быть как бы сейчас ситуация такая вы квартиры в Роске продавали по два миллиона я за полтора миллиона некоторому не нужны такая ситуация бывает что вы должны взять рогом перец и поставить квартиру 2 миллиона вы берете вы видите за 1 200 понимаете Здесь такси тоже самое Сейчас данная ситуация в городе Орске диктует, так скажем, свои особенности Если там тоже не дураки, работает такси гост, там очень хороший маркетинговый отдел Соответственно, если посмотрели, что пока нельзя поднимать цену Пока просто возьмете, потеряете клиентов, те, которые есть И потеряете ту возможность просто взять хотя бы заработать себе на хлеб, на соль, на сахар, еще на что-нибудь Я могу сказать, что я в Орске, когда уезжал с Орска, да, в Сочи, это был март месяц Я в марте месяце подтаксовывал, и я скажу, у меня был не самый лучший период в моей жизни Я также работал на основной работе, я не стыжусь этого Я таксовал, да, меня также не устраивал там, где-то не устраивал рейтинг, где-то еще не устраивал Но для этого есть у вас собрание, где нужно приходить и разговаривать, понимаете То, что вы там сейчас взяли, обсудили это все в курилке Никогда в жизни в курилке вас, как бы, как вам сказать, никогда в жизни вы не решите никакую проблему в курилке, вы понимаете? Не решите Насколько я знаю, к ныше он и был, и остается открытым, да, Сергей, он открытый для вас Соответственно, он может для вас, ну, всегда встречается, он не стесняется, там, не знаю, там, ни от кого из вас не убегает, там, высокомерностью не страдает Поэтому я не знаю, зачем сейчас завели такую демагогию, но я еще раз говорю Поднять цену для Кныша, да, блин, вы не представляете Это 15 минут Дмитрий Солеров везет немножко другой алгоритм работы в программе И цена повысит, да хоть 100 рублей можно сделать минималку, хоть 500 рублей Только вопрос, кто будет по этой минималке ездить, вы понимаете? Я могу сказать одну простую вещь Обосраться перед клиентом очень легко Понимаете? А вот потом заполучить его доверие, это очень-очень сложно И это мы уже в Ворске проходили, в других организациях проходили Поэтому, что я могу сказать? Наберитесь немножко терпения Если, ну, не хватает терпения вам, если вы считаете, что все это неправильно Лучше сидеть дома за эти деньги, там, не знаю, там, сидеть, пиво пить хотелось Какое пиво? Да у вас даже на пиво сейчас денег не будет Просто сидеть там и сопли жевать, что какой-нибудь плохой и так далее Просто посмотрите другими Я могу сказать одну простую вещь Кто хочет зарабатывать, он зарабатывает, тот найдет вариант А кто не хочет, тот найдет 100 причин И даже когда будет минималка 100 рублей Будет сказать, нет, все равно это, блин, за такие затраты Вот я сейчас резину буду покупать и так далее Я могу сказать одну простую вещь, еще одну, еще одну простую вещь Я сам выходил на линию и проводил эксперименты Да нормально я зарабатывал при желании Можно там в день в Орске чистыми полторы-две тысячи заработать Две тысячи вы умножаете на, ну, хотя бы на 20 дней И получите, какую зарплату можно получить при желании Но это надо пахать Я не говорю, что таксистская работа, она легкая Она очень сложная Я могу сказать, что сложная, концентрация требует, внимание, все У меня сейчас такая же работа Я своих клиентов, они все с межгорода Я их провожаю, встречаю, экскурсии показываю По этажам бегаю Хорошая, тяжелая работа, но я от нее получаю удовольствие И получаю заработок, понимаете? Если бы я там взял бы, сказал бы там, все Теперь мы работаем только с элиткой И вот не берем там, ну, как бы не берем сегмент до трех миллионов Все, до трех миллионов, потому что считается эконом Ну, я не знаю, скорее всего, мы процентов 80 рынка потеряли бы Понимаете? Но нет у нас столько хороших, обеспеченных, богатых людей То же самое, что сейчас взять, переключиться, всем поставить 100 рублей И взять, например, брать машину, только не ниже Camry У вас у всех Camry, что ли, есть? Вы изначально берете и, как бы, берете для машины Вот я считал в комментариях какую-нибудь убитую, семилетенную Какую-нибудь там, не знаю, там, приору, калину, еще что-нибудь Вы изначально настроены, что вы будете возить эконом Но эконом вам и платит по эконому, вы понимаете? По поводу рейтинга Рейтинг нормальный, правильно, он всегда пересматривается Да, есть у меня там загвоздки, да, по поводу машин Да, я согласен, я думаю, что Сергей Кныш увидит это мое видео, да Мое видео возьмет и посмотрит, да, и пересмотрит те же самые Я могу сказать просто, смотрите, почему вот рейтинговая система именно такая Да потому что старается, чтобы не было физического вмешательства Чтобы от какого-либо менеджера не зависела ваша судьба А ваша судьба именно по машине, понимаете? Поэтому и делается алгоритм, да, вот берется, например, новая машина, значит рейтинг выше Старая машина, значит рейтинг ниже Но в любом случае всегда есть возможность доехать, например Там, я знаю, где-то можно к Кристине Осиповой обратиться Можно там еще там, можно встретиться с Леонидом, да? Да нет, мальчишка, не из 30 портанцев, а просто с Леонидом можно встретиться Нормальный, потолковый парень тоже И они обязательно посмотрят вашу машину Если вы действительно, как бы, незаслуженный у вас рейтинг заниженный Они вам поставят нужный рейтинг То же самое, если, например, в какой-то машине незаслуженный рейтинг завышенный Конечно, я понимаю, что машина в машине рознь, да? Как бы, я сам понимаю Ну, вот у меня машина 2011 года, да? Очень скромная машина 2011 года, да? Вот сейчас еду на Мерседесе, да? На Сэшке Ну, что я могу сказать? Ну, да, ну не 3 балла же она будет стоить, правильно? Как бы, она, по-моему, как новая все Но ей очень много, ей уже 5 лет К чему это я все говорю? Для этого у вас есть конструктивные диалоги И самое главное, я знаю, что от вас, как бы, к ныше не бегает, понимаете? Не бегает, не убегает от вас Конечно, самое простое прийти в нерабочее время Сделать заботовку, подойти к девочкам, которые работают, которые пришли на эту работу Я могу сказать, что не каждый подписывается на работу с таксистами С таксистами очень тяжело работать, понимаете? Потому что все таксисты, они даже еще круче, чем охранники, понимаете? Они все вот, они все знают Если бы любого таксиста поставите президентом России, все, Россия бы процветала Я-то знаю, мне кажется, таксист об этом рассказывает, ну, рассказывает, даже в городе Сочи И вы берете, начинаете на бедных девочек просто наезжать Но это некрасиво с вашей стороны, да и неэтично Я думаю, что вот сделайте там, вот, если не ошибаюсь, там, вот будет через неделю Там, ну, можно сделать неплановое собрание Да приезжайте, да ради бога Да все у вас, каждого из вас всегда слышат Есть для этого сайт, опять же, насколько я знаю, Сергей всегда там его мониторит, всегда отвечает Старается отвечать именно сам, а без помощника, без никого Сейчас во всем мире, и в том числе России, сейчас кризис Есть кризисная волна Доллар, да, у нас подорожал, рубль обесценился Все есть, но я могу сказать, как бы, этот кризис, для чего он? Ничего плохого в этом нету В кризис человек начинает работать В кризис человек начинает зарабатывать Если вы внушили себе, что все в кризисе, все плохо и так далее, и так далее, и так далее Что спасет только повышение цен, это заблуждение Никак в жизни в кризисе повышение цен не спасался Поэтому, что я могу сказать? Наберитесь немножко терпения Если вы считаете, что у вас, ну, с вами не совсем корректно обходится все Ради бога, освоите специальность Возьмите мой пример Я на своем опыте могу сказать так Я взял и там за 10, там, ой, уже за 15 лет Все думают, что я молодой Извините, пожалуйста Так вот, за эти 15 лет, даже если учесть, что я начал работать 14 лет Я сменил уже черное сколько специальностей Я начинал от водителя Я начинал от водителя, который развозил газ в воду Человеком, который продавал рубашки, джинсы на рынке, да И заканчивал тем, что я там работал педагогом Работал я охранником даже 3 месяца Работал я, у нас получается, в Евросети Работал я в такси ГОСТ и менеджером работал И пиарщиком работал, и генеральным директором работал И на фабрике тоже мебельно работал Где только я не работал, понимаете Потому что я понимал, что мне нужно осваивать новую специальность Потому что, так скажем, мир не стоит на месте Уже все развивается, да Я прихожу, не знаю, там Прихожу с отверткой там, да, собирать шкаф А уже появился, у нас что появилось? Правильно, электрическая дрель появилась, да? Или шуруповерт появился, понимаете? А я все еще со старыми инструментами Поэтому здесь тоже, я могу сказать, как бы Такси это классно работает Например, я бы в такси работал Мне сама работа, ну, как бы с клиентами С, так скажем, с таксистами Она меня реально заводит Она мне нравится Мне просто симпатизирует Но, опять же, я могу сказать, что много чего зависит Много чего зависит от водителя Хотите зарабатывать больше Делайте сервис лучше И вам будут оставлять чаевые Я проводил эксперименты И это многим это говорил Когда я работал в такси Я выезжал в спортивном костюме Я выезжал в рубашки Я выезжал в галстуке Я выезжал И я понимал, когда Я выезжал на разных машинах Все зависит от вашего отношения к клиентам Не обращайте внимания на эти 40 рублей Не обращайте внимания, понимаете? Не обращайте внимания Возьмите просто, понимаете? Возьмите просто И сделайте сервис И вам, так скажем, ваши клиенты, да? Ваши пассажиры Принесут больше, гораздо денег Приведу еще один пример Компания Евросеть За продажу телефона Айфон платит 42 рубля 42 рубля и 40 тысяч, понимаете? А за продажу Самсунга Он платит 500 рублей А за продажу Флая Платит 1000 рублей Так вот Те продавцы, которые берут И отказываются продавать вам айфоны Они просто дебилы конченые Потому что Потому что они не видят перспективу А с аксессуаров Зарплата еще выше Он лучше продаст вам айфон Да, 40 рублей Но он вам возьмет Предложит там пленочку наклеить То-то-то-то-то-то-то-то И заработает на этом уже 1000 рублей сверху Понимаете разницу? Понимаете? Не надо вот это на поверхность смотреть Еще раз повторюсь Тот человек, который сейчас вызвал 40 рублей В следующий раз он проехал за 200 рублей А в следующий раз поехал с вами в Оренбург А в следующий раз еще куда-нибудь Но если эти 40 рублей убрать То не будет следующего шага В общем, как-то я на эмоциях Наверное, вам все это сказал Потому что все равно Мне не безразлично Что творится в городе Орске Периодически смотрю я У нас новости И когда тема такси Она мне очень близка И как бы У меня всегда было разное мнение Сейчас я был в роли таксиста Я был в роли управленца Я был в роли маркетолога Я был в роли пиарщика Я был тогда в компании Когда у компании был жесткий кризис Когда мы потеряли клиентов Я был тогда, когда у нас не было водителей И сейчас я все Если я резюмирую Все вот так вот взять И сделать какой-то единый вывод Я считаю, что нужно просто брать Приходить на работу И работать во благо клиента И тогда у вас будут и деньги И уважение, и все остальное Самое простое взять Еще раз повторюсь И поднять цену за проезд Это самое простое Сложнее это взять и прорваться И давайте вот еще пару слов скажу Про такси ГОСТ Я помню 3 года назад Или даже 4 года назад В такси ГОСТ работал Вместе с операторами Водителями всех остальных Народу человек может 200-300 Вместе с водителями Прудовка операторов работал человек 15 И сейчас там больше 90 человек Там есть очень много сотрудников Очень много менеджеров А это все рабочие места Понимаете? Это все рабочие места для вас И я считаю, что Кныш проделал Очень большую, колоссальную работу У меня сейчас тоже есть такое Как бы в голове есть Что-нибудь сделать такое Как бы чтобы работать Не только там сам на себя Как бы и для клиента А чтобы еще что-нибудь такое Глобальное делать Он сделал глобальное Он организовал Как бы очень много рабочих мест В городе Орске Когда самое легкое было Это взять, забить на все И например Открыть тот же самый бизнес В городе Сочи В Краснодаре Но он проявляет патриотизм В отличие от меня Да? Он взял и остался в городе Понимаете? И у вас у всех Есть рабочие места У тебя оператор У тебя менеджер проводит С водителями А у тебя клиент Есть такси Хорошее, классное такси А у тебя водитель У тебя есть клиенты И у тебя есть работа И ты без хлеба Не останешься Ладно Давайте на этой ноте Да, жесткой Все-таки Охочется на немножко позитива Передаю вам всем привет С города Сочи Ну, с любовью и уважением Все равно город Орска Не забывая Добро пожаловать в гости Приезжайте в Сочи К нам отдыхать И я с большим удовольствием С вами встречусь Все, всем пока